Сегодня, для ищущих правды, у нас есть находка особой масти. Она настолько необычна и непостижима, что даже скептики просвещения должны признаться, что здесь речь идёт, видимо, всё же о факте, а не только о теории заговора. О чём и, прежде всего, о ком идёт речь? Мы говорим об инстанции контроля кинофильмов для так называемого добровольного самоконтроля. Не избрана народом инстанция, но, однако, всё более бесстыдна, распространяющая свою власть контроля. В своей всемирной деятельности она всё превосходит наглостью и противоречивостью, каждый знаком с её указаниями. Она имеет власть над заглавными титрами каждого нового фильма. Хотя ДСК основывает и оправдывает всё большее применение своей власти острой необходимостью защиты молодёжи, но то, что защита детей и молодёжи снова используется лишь как прикрытие для совсем других намерений, демонстрирует следующие примеры. ДСК даёт разрешение на показ фильмов со сценами убийства, как, например, про Джеймса Бонда и другие подобные сериалы уже с 12 лет. Фильмы ужасов и психотрейлеры зачастую уже с 16 лет. Полностью извращённые каннибалистские фильмы, как фильм «Пила», где главным мотивом является искалечивание людей во всех вариантах, жёсткая порнография и подобное, у ДСК получают красный значок. Ограничение по возрасту до 18 лет. Каждый сегодня знаком с фильмами на полках, с бесконечно мрачными и в высшей степени ужасными обложками. Тут уже ничего не нужно объяснять. Но в 2013 году у ДСК лопнуло терпение. На контроль был представлен фильм, которому ДСК упорно не давал допуска. Этот фильм ДСК посчитала настолько опасным для молодёжи, что он даже не получил разрешение к просмотру с 18 лет. Спрашивается, что может быть для молодёжи опасней, чем снятый на плёнку каннибализм, изуродование людей, жёсткая порнография и так далее. Сейчас мы скажем. Дорогие зрители, мы выносим вам на обсуждение этот запрещённый кинофильм. Но не бойтесь, всё будет иначе, чем вы сейчас думаете. Под нашей рубрикой «Нецензурированное образование» вы можете посмотреть весь фильм. Но сначала мы покажем вам решающую сцену, которую нужно было изъять, чтобы снять запрет и получить допуск на остаток фильма, всё же зачисленный как опасный для молодёжи, но хотя бы допущенный с 16 лет. Возражение, между прочим, стоило режиссёру ещё 530 евро в виде затрат на обработку. До того, как мы критически посмотрим запрещённую сцену, ещё одно последнее замечание к тому, как вообще появилась эта сцена. Автор сценария лишь только снял эпизод на основании рассказа одного швейцарского полицейского в качестве очевидца. Этот полицейский уволился с работы, потому что он и его коллеги еженедельно выходили на задание до 30 раз именно для того, чтобы справиться с тем, что показано в этой запрещённой сцене. Так как эти события очень подходили для его нового фильма, режиссёр сразу сделал из них достоверную сцену. Итак, пристегните ремни для просмотра тех кадров, которые ДСК причислил более опасным для молодёжи, чем какой-нибудь из многочисленных фильмов, которые можно найти в свободной продаже. Посмотрите этот фильм без присутствия детей. Так потребовала этого сомнительная администрация ДСК. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА